Миша дома? Миша дома, я вас спрашиваю? Миша дома! Во-первых, здравствуйте! Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер мая. Снежной улыбкой страсти клянутся, плачут, смеются, нам изменяют, вечно смеются, нас улыкают и изменяют, так же шутят. Кира Муратова – уникальный режиссер. Конечно, мы можем сказать те же слова о любом большом художнике-кинематографе, в особенности кинематографе прошлого. Но, тем не менее, она отличается и от своих ровесников по кинопроцессу, и от своих соотечественников. Да и о каких соотечественниках можно здесь говорить? Ведь творчество Киры Муратовой растянулось более чем на полвека. И это полвека в двух разных эпохах, в трех разных государствах – СССР, постсоветская Россия и Украина. Кира Муратова – поразительный режиссер, которая в каждом из своих периодов творчества и в каждой из эпох, в которых она работала, и, в общем-то, даже в каждом фильме, изобретала свой стиль заново, менялась. И в то же время ДНК ее метода ощущается как в самых ранних картинах еще конца 60-х годов, так и в фильмах, которые были сняты на рубеже 2000-х и 10-х. То есть полвека разница между ними, и, тем не менее, есть это родство. В чем оно определить довольно сложно, но все-таки я попытаюсь в нескольких фразах, в нескольких тезисах это сделать. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос?» Кира Муратова не принадлежит ни к одному течению или направлению кино. В разные периоды ее можно было называть реалисткой и сюрреалисткой, режиссером психологического кино и антипсихологического кино, комедиографом и автором настоящих глубоких трагедий. Причем самое ужасное и невероятное то, что иногда эти определения можно применить к одним и тем же фильмам. Коля убили! Понимаешь, убили! Убили! Понимаешь, убили! Извиним и спешим! Я к тебе вечером, вечером зайду к тебе! Даже самые большие художники советского авторского кино все равно имели какое-то отношение к советской идеологии и эстетике. И мы понимаем, что очень многие большие режиссеры были антисоветскими принципиально, но принадлежали, значит, к другой традиции. Даже у Тарковского была некая традиция большого метафизического кино. Родственниками Тарковского были Антониони или Бергман или Дрейер. И, конечно, у него есть и последователи. Александр Сокуров тоже, в общем-то, хотя он совершенно другой художник, вписывается в эту линию. Но в Советском Союзе и в постсоветское время были и люди, которых мы назвали бы на американский лад мэвериками. То есть это человек-чудо, уникум, особенное явление, своя планета. Таким был Алексей Герман-старший и, безусловно, такой была Кира Георгиевна Муратова. Во-первых, ее творчество характеризует презрение к любым большим нарративам. Римский папа пошел погребли к любым гигантским темам. Душу воспитывайте душу. Иногда полезно руки отрубавься. К любым всеобщим направлениям. Послушайте, Андрюша, а может быть наша Люба-леспиянка? Что? К любым модернистским глыбам, которые нужно присосаться, как такой моллюск, и чтобы быть частью этого направления движения взгляда. Любым экзистенциализмом или иным измом. Я ему говорю, ну хорошо. Тогда зачем держать такой громадный штат переводчиков? А у меня такая ехидная улыбочка. Говорит, переводчик. Видали? Большая разница. Второе ее свойство, которое чрезвычайно важно. Это принципиальная эклектика. Отсутствие и нежелание цельности. Даже внутри одного фильма. Трагедия рядом с фарсом. Не кричите! У меня ребенок спит! Может быть там убьют кого-то? Вы что, не слышите, что там делают? Мне плевать, мне плевать, что там делают эти скоты. Они кричат далеко, а вы близко. А мне плевать, что вам плевать. Условность рядом с предельным реализмом. И отсюда вытекает третье очень важное свойство. Она режиссер свободы. Вообще, если выбрать одно слово для определения Киры Муратовой, что всегда очень сложно, это будет слово независимость. Она человек независимый и независящий ни от кого. И, конечно, технически она была чрезвычайно зависима. А у Федерзейн? От своих продюсеров, будь то Советское государство, или независимые продюсеры после падения Советского государства. Ну что, это фикция? Все наше разделение обязанностей? Я не знаю. Ни о чем нельзя договориться твердо. Она зависла от своих актеров и их капризов. Она зависла от людей, с которыми она работала. Она зависла от выбранного материала. Иногда это был чужой материал. И в то же время не зависла ни от кого из них. И делала кино абсолютной свободы. И мне кажется, что вот по этому невидимому странному показателю Кира Муратова стоит рядом с несколькими величайшими режиссерами. Ну, такими, как, например, Луис Буниуэль. Или Дэвид Линч, некоторые фильмы, которого она, кстати, очень высоко ценила. Мне нравится. И каждый из них является мэвериком, уникумом и не вписывается ни в какую линейку. Потому что люди, они, Люба, они же слабые. От них чего-то ждешь. Самое интересное в Кире Муратовой, это ее гуманизм. Я бы даже придумал для него какой-нибудь специальный термин. Муратовский гуманизм. Ты, иди сюда. Он очень сильно отличается от других гуманизмов. Ну, вы, ты, да. Ешь, ешь, ешь. Во-первых, в нем нет никакой сентиментальности. Ловили всяких пришлых бродяжек. Ну, как ты, бомжей. Самый ее близкий здесь родственник, это Антон Павлович Чехов. Причем, скорее в прозе, чем в драматургии. Не случайно у Киры Муратовой есть фильм под названием «Чеховские мотивы». Именно мотивы. Нелепо кивать на время, что, дескать, время такое грубое. Время всегда одинаковое. Время всегда грубое. Чеховские мотивы поставлены по двум не самым знаменитым вещам Чехова, надо сказать. Я не представляю себе Муратову, которая ставит «Вишневый сад» или «Дядю Ваню». Но, тем не менее, вот эта чеховская мягкая, но не очень-то добрая усмешка. Не обещалась ли ей си иному мужу? Не обещалась, честный отче, не обещалась. И абсолютно холодный, хирургический, безжалостный взгляд одновременно с этим. Теплое отношение к героям, которое не является в полной мере любовью. Все это позволяет видеть нам особенного муратовского человека. Я ведь терпеливый, спокойный человек, а тут не выдержал, сам не знаю как. Каковым в ее фильмах становятся и актеры-непрофессионалы, и лучшие артисты, как советского, так и постсоветского периода. Их, говоря об эклектике и свободе, Кира Муратова легко совмещает, сочетает в рамках одного фильма. Перейдем к периодизации творчества Киры Муратовой. Почему? Но никакого канона в этом отношении не существует. Будем считать это моим личным вымыслом. Хм, так вы сделайте все как следует. Первый период творчества Муратовой назовем его советским. Хотя, как я уже сказал, он настолько же советский, насколько и антисоветский, или же несоветский. Это фильмы сняты с 1967 года по 1987. То есть на протяжении 20 лет, на самом деле, это очень небольшое количество фильмов, потому что, как всем известно, Кира Муратова пострадала от цензуры и не раз. Один из ее фильмов был изуродован и порезан. Это фильм «Среди серых камней». Я все запрещаю! Запрещаю! По прозе Короленко, который был изуродован цензурой официальной настолько, что Кира Муратова сняла свое имя с титров. Там сейчас значится Иван Сидоров. Это соцсетание, которое она придумала из головы, видимо, за минуту. И фильм «Долгие проводы». Многие считают его лучшим фильмом Муратова, уж точно он один из самых знаменитых, который лег на полку и был выпущен только в период перестройки. Ее первые фильмы, короткие встречи и долгие проводы – это как бы маленькие, незаметные, интимные драмы. Всегда, конечно, с элементами комического и гротеска, но там эти элементы почти незаметны. И там устанавливается любимая драматургическая конструкция Киры Муратова – это любовный треугольник, который лежит в основе очень многих ее фильмов или элементов ее фильмов, в том числе не снятых. Например, она очень долгое время собиралась сделать по герое нашего времени фильм «Княжна Мэри». И там тоже был бы этот любовный треугольник, сохранился, собственно говоря, сценарий. Он известен и опубликован. В этом первом периоде Кира Муратова ищет себя и формирует свой стиль. Если короткие встречи – это почти еще классическое кино, такое шестидесятническое, не случайно главную мужскую роль там играет Владимир Высоцкий. Который, как правило, играет Владимира Высоцкого. Здесь и подавно он играет на гитаре, ходит в геологические экспедиции, а его ждут две женщины – жена и молодая любовница. Любовница устраивается к жене в домработнице. Вот такая простая банальная история, но в том, как она рассказана в этих флешбеках, в отношениях жены и любовницы ничего банального нет. Такой я не хочу. Так же, как и в том, вот в этом всякий Кира Муратов. Главная героиня, жена, она оказывается не какой-то скучной советской женщиной, при том, что она советская чиновница. Она оказывается самым интересным персонажем фильма. Автограф, мадам. Во-первых, я вам не мадам. Ну, это правильно. И самое в нем интересное, что эту роль играет сама Кира Муратова. Это ее первая актерская работа, единственная. Просто другая актриса в последний момент не смогла сниматься. И Муратова, не задумываясь, поставила себя, сыграла великую роль. И после этого никогда больше не снималась. По большому счету, было несколько маленьких появлений. Просто ее не интересовала эта часть карьеры. «Долгие проводы» — это более сложный фильм с замечательной музыкой Олега Коровычука. Это фильм об истории отношений матери и взрослого сына. И этот фильм как будто бы снятый не в СССР, как будто бы он вообще на какой-то другой планете снят. Мне кажется, именно это и взбесило, прежде всего, цензоров. Хотя, конечно, назывались другие причины. «Мои строители, у нас полземля, а крыша неба». Фильм «Познавая белый свет» — потрясающая картина, которую можно расценивать даже как издевку над советским официальным кино. Потому что там некая стройка коммунизма, новый квартал строят, и все главные герои, и есть вот такие вот строители. «А важнее всего на свете, чтобы счастье было настоящее. Его на заводах не делают, даже на самых лучших конвейерах». Но при этом любовный треугольник, женщина и двое мужчин, претендующих на нее. Появляется Сергей Попов, один из любимых актеров Муратовой, и, конечно, Нина Русланова, которая была открыта Муратовой в «Коротких встречах». Здесь она в главной роли, и это, может быть, самая лучшая ее работа. Юрий Клименко снимал эту картину. На самом деле, большую часть картин Муратовой снимал Геннадий Корюк, но она работала с разными операторами. И вот ее единственная работа с Клименко, она совершенно фантастически прекрасна. Кроме того, в этом фильме она впервые работает с Евгением Голубенко, который потом стал ее мужем, соавтором, художником-постановщиком, автором сценария нескольких картин. Они работали вдвоем постоянно. Ну и затем тот самый изуродованный фильм «Среди серых камней» и «Перемена участи». Фильм, в котором окончательно никаких примет, перестроечный фильм, 87-й год, не остается никаких примет СССР вообще. По Сомерсету Моэму и в то же время по каким-то странным, необычным, оригинальным фантазиям Киры Георгиевны. Зачем дрожешь вещи? Почему ты всегда что-нибудь разорвешь или разобьешь? Ты мне сточертела! Это ты мне сточертел! На этом кончается первый период. Конечно, формально следующий фильм, относящийся ко второму периоду, назвал бы его периодом освобождения от цензуры, от любых указаний сверху. Следующий фильм формально тоже относится к СССР, это 89-й год, но это уже фильм совершенно другой эпохи, он ее открывает. На самом деле, астенический синдром, самый успешный с точки зрения фестивальной жизни, фильм Муратовой, это «Серебряный медведь» на Берлинском фестивале. Фильм произвел фурор, это самый большой ее фильм, самый сложный ее фильм, самый глобальный из ее фильмов, внутри которого есть разделение, там есть модернистская часть и постмодернистская часть. Главный герой – человек, который все время спит, который устал, это и есть астенический синдром. Огромное количество непрофессиональных актеров и в то же время есть профессиональные. Невероятная красота и в то же время уродство, откровенность и эротика и документалистика практически сцены на живодерне собачьей. Настолько душераздирающая, что после этого живодерня была закрыта. Кира Муратова иногда говорила, что это вообще главное достижение в ее жизни. И первый в Советском Союзе кадр продолжающийся, в котором героиня бесконечно матерится. «Открытый мат на экране». Такого не было никогда. Это ввела в кинематограф тоже Кира Георгиевна. «Остенический синдром» – конечно, самый выдающийся фильм этого периода, но все фильмы 90-х чрезвычайно интересные. И интимная маленькая сказка «Чувствительный милиционер». О милиционере, который находит в капусте ребенка и хочет его усыновить. Это такая сказка в духе Ганса Христиана Андерсона, что ли. Маленький фильм после большого фильма. И увлечение – фильм, в котором Кира Муратова находит и открывает и драматурга, и актрису Ренату Литвинову. Это тоже ее открытие, одно из величайших актерских ее открытий, как и Нина Русланова. «Мама, ну это же хорошая смерть. Я прощаю тебя». Совершенно особенный фильм «Три истории», который замыкает череду этих картин – это фильм о трех смертях и о трех убийствах. Где к вот этой вот галерее муратовских актеров присоединяется Иван Охлобыстин. «Ты меня не любишь уже больше?» И Сергей Маковецкий. «Кухонным ножом в горло». И Олег Табаков. «Смотри». «Чё, чё, чё? Ха-ха-ха!» У Олега Павловича солирующая роль в третьей новелле и совершенно фантастическая. «Это не шутка. Это не шутка, дорогая моя. Это не шутка». «Чё?» Нежный фильм, очень смешной фильм. В то же время это, в общем-то, чернуха. Это страшный фильм, в котором с ещё большей откровенностью, чем у Балабанова или Тарантино, исследуется феномен насильственной смерти. На этом, заканчивая второй период, начинается третий. Я назвал бы его периодом второй молодости. Это фильм, о котором Кира Муратова снимает уже в 21 веке. Она экспериментирует бесконечно. Она снимает совершенно новаторские фильмы. Например, «Второстепенные люди». Это бурлескная комедия о трупе в чемодане, где в качестве всех главных актёров члены одесской комической труппы «Маски-шоу». Наталья Бусько и Георгий Делиев, которые станут её постоянными актёрами. Впрочем, Бусько снималась у неё и раньше. Это фильм «Чеховские мотивы». Чёрно-белая комедия, действие большей части которой происходит во время венчания в церкви. Жан-Даниэль, ещё один абсолютно гротескный персонаж. Мы здесь венчаемся, а вы молчите. Который можно себе представить только в фильмах Муратовой. И Филипп Панов с его уникальным голосом. «Надо мной вы можете издеваться сколько вам угодно». Все эти персонажи-актеры, тут персонажи-актеры невозможно друг от друга отделить. Они становятся важнейшей частью этой вселенной. И, конечно, фильм «Настройщик». Очень хороший неореализм всякое такое. Режиссёра не помню. С великой ролью Аллы Демидовой. «Микки, мы выиграли, Микки!» «Люба, это...» «Ну как странно!» «Друг, выигрыш». Тоже глубинно, на самом деле, чеховский. Хотя и не только чеховский. И как бы криминальный, и как бы комедийный. И в то же время грустный. «Прям грустный, печальный...» «Ну хватит, 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 хватит!» «Как я люблю минорные тона...» «А я люблю...» «А-а-а-а-а! Что его, нукусишь меня?» И, наконец, фильм «Два в одном», где театр и жизнь сливаются воедино. Партнером Рената Литвиновой становится Богдан Ступко. Выдающийся украинский актер, но, может быть, это лучший, одна из последних его больших киноролей. И последний период Киры Муратовой. «Можно войти?» «Ну, проходите». Это итоги, это два фильма «Завещание». Каждая из них – галерея персонажей, проходящих через эту картину. Это фильм «Мелодия для шарманки», «Святочный рассказ», сентиментальный, вроде бы, и жестокий, о двух детях-сиротах, мальчике и девочке, замерзающих в большом городе в поисках своих отцов после смерти матери. Где перелог Успенский? Я не знаю. Я ничего не знаю. И, конечно, фильм «Вечное возвращение». Его название говорит за себя. В одной и той же сцене, это опять воображаемый любовный треугольник, встречаются мужчина и женщина. И это все разные актеры и персонажи Муратовой, собранные в одном фильме, только потом мы понимаем, что это были кинопробы. Три месяца назад я полюбил другую женщину. Я не знаю, что мне делать. Как жить? Я жду совета от тебя. Ну, люби обеих. Люби обеих. Люби их обеих. Ну, люби обеих. Ну, люби обеих. Ну, люби обеих. Вся жизнь и все творчество Киры Муратовой было такой кинопробой. Почему ей удавалось на протяжении полувека сохранять молодость в своем методе и не уставать от кино и не повторяться никогда? Да. Я думаю, потому что она все время пробовала что-то новое, никогда не останавливалась ни на чем одном, никогда не считала себя состоявшимся художником и поэтому не могла закостенеть в этом состоянии. Кира Муратова постоянно удивляла зрителей, и мне кажется, что она еще очень много раз их удивит, потому что ее кинематограф, по большому счету, для остального мира за пределами бывшего СССР еще не открыт. Все открытия впереди, и ее фильмы, я уверен, принадлежат будущему. Я буду петь. Я буду петь. Пусть жизнь моя там исчезнет, как сон, Как тает белый снег в солнцем лучах на вершине гор, на листьях горного клена. Любовь втроем, это всегда модно. Не смей так со мной про это говорить, я не переношу заткнуться сейчас же у нас и про это кино. Что? У нас про убийство! Убийца! Убийца! Сообщники мы. Ну и слова. Ну и слова в моей практике. А ты знаешь, что такое биздецы? Близу! Субтитры создавал DimaTorzok